Искворение святителя Анатолуста Мы, молясь, легко победим дьявола, живя же в беспечности, заощряя против самих себя лукавого. Даже и живший нечестиво народ, Моисей спас только одною молитвою, и с помощью ее одной только достиг божественного лицезрения и бесчисленных благ. Она сделала ему и жизнь, подобную жизни небожителей. Молитва уничтожила силу огня и укротила львов. Одно сделавшее относительно Даниила, а другое относительно трех отроков. Через это, думаю, для всех стало ясным, что кем бы находящимся в опасности не овладела молитва, всех она легко избавляет от угрожающих бед. Молитва – причина спасения, виновница бессмертия души, несокрушимая стена церкви, непоколебимая охрана. Страшна для демонов, для наших благочестивых спасительно. Она родила святого пророка Самуила, потому что после того, как природа противодействовала матери в деле рождения детей, молитва, явившись, быстро исправила порог природы. Таков плод молитвы. Такова родила молитва пророка. Отсюда произошел славный на небесах Самуил, лучший, чем свойственно человеку, соревнователь ангелов. И надлежало, думаю, явиться такому колосу молитвы, который превосходил бы остальных прекрасными качествами и добротой нравов, и настолько имел бы преимущество предбывшими до него святыми мужами, насколько в Нивах тучнейшее и высочайшее из колосев выделяется среди остальных. С ее помощью Давид удалил от себя великие войны, не употребляя в дело оружие, не потрясая копьем, не извлекая меча, но ограждая себя молитвами. Благодаря ей Язекия быстро обратил в бегство множество персов. Те подводили к стене осадные орудия, а он укрепил стену молитвами, и война прекратилась без оружия. Благодаря молитве, когда не издавала звука труба, когда войско не трогалось с места, когда оружие не приводилось в движение, когда земля не обогрялась кровью, молитвы было достаточно для устрашения врагов. Молитва спасла и неневитян, и быстро отвратила устремлявшийся с неба гнев, и скоро исправила зараженную грехом жизнь. Такую мощь и силу имеет молитва, что, хотя неневитяне, прожили всю жизнь свою постыдно и порочно, но когда вошла в город молитва, то быстро изменила все, и вместе с собою внесла целомудрие, и справедливость, и дружбу, и единодушие, и попечение от бедных, и все блага. Подобно тому, как необходимо бывает, чтобы после вступления в город какой-либо царицы, вместе с ней исследовалось всякое богатство, точно так же, конечно, и после проникновения в душу молитвы, вместе с ней уходит и всякая добродетель. А что в жилище основания, то же самое в душе молитва. И нам всем должно, утвердив в душе прежде всего ее, как бы основание и некоторый корень, ревностно строить и целомудрие, и кротость, и справедливость, и попечение бедных, и все законы Христовы, чтобы согласно с ними прожить остальное время. Мы получили небесное благо по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отсутся Святым Духом, слава и держа во веки веков. Аминь. Поехали! Поехали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!